В программе соревнований традиционные зимние виды. Лыжные гонки, биатлон и конькобежный спорт. Но даже привыкшим выступать в холодное время года спортсменам, в этот раз неудобство доставил сильный холодный ветер. Вот в лицо ветер дует, поэтому как бы не особо удобно. Это погодные сопротивления, поэтому результаты будут не самые лучшие. Но бороться за победу намеренно? Да, конечно, мы защищаем город Девногорск, поэтому мы все силы отдаем, что есть. А это меню футбол на снегу. Один из популярных и зрелищных видов спорта. Играют в него, пожалуй, только в Сибири. Футболисты признаются, гонять мяч здесь, на этом поле, в разы труднее, чем в зале. Ну, потому что в зале поле ровное и не скользкое. То есть мяч катится ровно. А здесь непредсказуемо. Мяч может в любую сторону откачить. Ну, мы приехали, конечно, сюда за 500 километров, не то, чтобы так вот стоять. Будем стараться, конечно. Будем стараться. Представлен на играх и такой вид спорта, как палеотлон. Иначе говоря, зимняя троеборья. В него входит силовая гимнастика на перекладине, лыжная гонка и стрельба из пневматической винтовки. В составе каждой команды четыре человека. Две девушки и двое мужчин. Каждый вид проводится раздельно. Результат вкладывается в таблицу и потом подводятся очки. Все три вида суммируются, определяется победитель. Зимние спортивные игры проходили в течение всех выходных. В итоге борьбы первое место в общекомандном зачете заняли спортсмены из Железногорска. На второй ступени пьедестала оказались зеленогорцы. Замкнули тройку лидеров представителей Ачинска. Канск в рейтинге оказался на пятой позиции. Лучшие результаты у наших футболистов. Они заняли второе общекомандное место. Также высоких результатов наши спортсмены добились в биатлоне и спортивном ориентировании, завоевав третьи места. Леонид Юрков, Александр Шумилин и Александр Минеев. Новости.